Здравствуйте! В рамках проекта, представленного порталом exeged.ru, поговорим сейчас о четвертой главе Евангелия от Марка. Значительную часть этой главы, в сущности половину, занимает притча у сеятеля и некоторое объяснение этой притчи, аутентичность которого нередко вызывают у библейстов серьезные вопросы, с одной стороны. С другой стороны, само содержание не настолько экзотично, чтобы из него одного усомниться в подлинности этого рассказа. Притча же о сеятеле сама по себе в чистом виде, без объяснения. Во-первых, достаточно прозрачно, нельзя сказать, чтобы уж так было невозможно ее понять. А во-вторых, тоже представляет собой совершенно самоочевидную ценность. Притча эта произносится Христом, когда он обращается к людям, к большой достаточно толпе, собравшись у моря. И вот этим людям Господь говорит о том, что вот начинается спасительное действие Божье. Вот то, что Бог обещал, Царство Божье, вот оно приходит, оно начинается. И Иисус говорит о том, что это подобно сеятелю, который начинает сеять зерно. И здесь важно для нас услышать три, собственно, вещи. Первое – откровение о Боге, о том, что Бог сеет не только там, где рассчитывает получить урожай, а вообще везде. Потому что никакое ценное семя на асфальтированных площадках не сеется, и там на непрополотых грядках и так далее. Ведь слушающего люди все почти живут сельским трудом, и они отлично понимают, как это бывает. И никто из них драгоценное семенное зерно не станет разбрасывать широким жестом. Вот это первое, что Иисус говорит о Боге. Второе, что чрезвычайно важно в прича сейтеле – это то, что зерно не прорастает автоматически, без нашего участия. Часто людям хочется, чтобы Бог что-то такое там сделал у нас за спиной. Наступило царство Божье, прекратился экономический кризис и установился замечательный климат. А мы потом в это войдем и будем участвовать, как потребители. Так вот, зависит от того, что из себя представляет твоя жизнь. Твоя жизнь, что в ней по-настоящему ценно для тебя самого, да, вот от этого зависит результат. В конце концов, понимаете, ведь для того, чтобы дать нам царство Бога, Бог делает ровно одно – посылает Иисуса в этот мир. Насколько это меняет жизнь каждого из нас, зависит от нас самих. Это второе. И третья тоже очень важная вещь, о которой, собственно, и говорится вот в объяснении притчи о сеятеле, что это не безнадежная ситуация, не только требует нашего выбора, нашего отклика, но и усилий. Потому что пропалывать почву, готовить ее к посеву – это не безнадежное, не бессмысленное занятие. Понимаете, сделать твое сердце доброй землей – это возможно. И, собственно говоря, для следующего поколения, вероятно, для того поколения, к которому, собственно, и обращался евангелист Марк, важно было услышать это объяснение, услышать, что необходимо так или иначе менять свою жизнь. И это и будет тем ответом на призвание Божье. Теперь дальше Господь говорит несколько достаточно кратких притч о царстве. Кратких, но в то же время тоже чрезвычайно важных. Во-первых, Он говорит о том, что как вы относитесь к людям, так и с вами тоже это будет. Какой мерой мерите, такой и вам отмерено будет и прибавлено будет. Удивительные слова, которыми заканчивает Христос эту притчу. Кто имеет, тому дано будет. Кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Казалось бы, это ужасно несправедливо звучит, когда речь идет о каких-нибудь, ну, скажем, материальных ценностях. Но в случае с Иисусом, в случае с Его проповедью, по-видимому, это совсем не так. Господь, скорее всего, говорит о людях, которые действуют в соответствии со своей верой и убеждениями или бездействуют. И от этого, собственно, зависит, теряешь ли ты отношения с Богом или, наоборот, укрепляешь их. И дальше фундаментальная очень вещь, я бы сказал, в христианской аскетике. Это краткая притча о посеве, которую Евангелист Марк помещает ближе к концу, в 26-29 стихах 4 главы, где Господь Иисус говорит о том, что Царство Божие подобно зерну, которое человек посеял на поле своем, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, не знает он. Понимаете, это на самом деле важно очень, потому что только что в притче о сеятеле говорилось о камнях каких-то, сорняках, которые в твоем сердце, как на поле, имеются, и которые надо убирать, с одной стороны, с другой стороны, часто очень так бывает, когда Иисус дополняет одни свои слова другими, которые, по крайней мере, на первый взгляд выглядят совершенно противоположными. И вот он говорит о том, что на самом деле невозможно пытаться выработать в себе какие-то качества, которые ты считаешь нужным. Невозможно пытаться определить, сколь больших успехов в духовном возрастании ты достиг, потому что если царство подобно посеянному зерну, о котором человек не знает, как оно растет, из этого следует, что если ты будешь все время пытаться это выяснить, выдернуть корешок и его померить, значит, у тебя вообще ничего не вырастет никогда. Когда этот образ посеянного зерна, вот он в контексте Евангелия в целом, не только Евангелие от Марка, чрезвычайно важен. Дальше евангелист помещает здесь же, в эту главу, притчу о сеятеле. Может быть, по вполне механической аналогии, потому что и в предыдущей, в этой притчах говорится о зерне, но может быть, все-таки аналогия и более содержательная. Так или иначе, Господь говорит о том, что царство – это то, что внутри человека некоторым образом возрастает. Оно не дается в готовом виде, ни путем заколдовывания, когда произносятся какие-то магические заклинания, и вдруг человек из страшной злыдни становится, как теперь говорят, белым и пушистым. Так не бывает. Это растет. Это должно с чего-то начаться, с какого-то поступка человеческого, и тогда будет разрастаться и постепенно пропитывать собою всю человеческую жизнь. Важное, очень важное представление о том, что такое царство и что такое призвание, и почему, собственно, Бог дает нам это призвание, это возможность покаяния здесь, на земле, в этой жизни. И, наконец, последний фрагмент этой четвертой главы – рассказ евангелиста Марка о том, как после, видимо, достаточно продолжительных разговоров с разными людьми, Иисус со своими учениками переправляются через море, переправляются в лодке, и Иисус, по-видимому, был утомлен настолько, что спал на возглавии в передней части лодки, а становилась очень сильная буря. Знаете, это ведь действительно надо быть очень умученным физически человеком, очень уставшим от огромных толп, которые за ним ходят для того, чтобы вот так в этих условиях заснуть. Да, сама-то по себе ведь буря ничего неожиданного не представляет. И вот ученики в какой-то момент, побежденные страхом, будят Иисуса и говорят ему, ну и тебе что, дела нет до того, что мы погибаем? Посмотрите, Господь вдруг предстает совершенно другой стороны, не как проповедник царства, не как свидетель системы ценностей, для которой Бог и живой человек важнее чего бы то ни было другого, а собственно в нем становится видна действительно его божественная или богочеловеческая природа. Потому что неожиданно, по-видимому, для самих учеников, которые ужасно испугались, он поворачивается к морю и говорит, хватит, умолкни, перестань. И тут же делается великая тишина. А евангелист Марк, как и другие евангелисты, пишут о том, что апостолы задумываются в этот момент, кто он, что это за человек, почему волны и ветер повинуются ему. Во-первых, конечно же, это свидетельство о богочеловеческой природе Христа. Во-вторых, это важное очень свидетельство о том, что у всех окружающих есть и возможность, и обязанность задуматься об этой природе, как ты к этому отнесешься, задуматься о том, кто же этот человек, которого мы начали узнавать, который постепенно входит в нашу жизнь. Потому что в конечном итоге ответ на все вопросы, которые возникали у читателя до этого момента, он может быть дан только в том случае, если ты для себя ответишь на этот последний финальный вопрос четвертой главы, кто же этот человек.